всем привет дорогие друзья и сегодня мы с вами снова на железнодорожном досмотровом комплексе который находится западнее басиловка баггерова он смотрите как птицы вокруг прилетели но теперь мы находимся ближе к чистополию с этой стороны на перегоне баггерова чистополия и здесь второй день 5 ноября второе окно было напомню были в окна в движении 3 и 5 ноября пригородные поезда шли с джанкой и феодосией только до чистополия с чистополия и до керчи не ходили пропускали только поезда дальнего следования так как здесь 3 ноября мы с вами видели врезали две стрелки в основной ход вот мы сейчас по нему 2 движемся и 5 как мы и предполагали с вами как я вам говорил ликвидирует загогулину вот собственно мы это с вами и видим с этой стороны уже ликвидировали путя уложили ну как было дело вот посмотрите когда была загогулина по ней проехал состав тут ближе к нам сюда и отсюда начал 2 разбирать вот там вторая стоит второй путь и укладчик стоит ну и вот они вдвоем здесь помогали друг друга но и собственно говоря вот причина всего этого вот этот переток который построили заново под железной дорогой и здесь вот уже рельсы лежат и поезд двигается потихонечку ведь его толкает впереди пути укладчик с рельсы шпальной решеткой но и давайте туда проследуем посмотрим но еще вот здесь глянем что здесь все нормально щепень подсыпали теперь естественно по накатанной схеме как мы уже с вами знаем уже тоже специалистами стали проследили весь мост как укладывали рельсы шпальную решетку и не только мост еще и подходы но и вот вспомним старые добрые времена вот пути укладчик эршер в вагонах платформах и сейчас начнут укладывать вот здесь загогулину разобрали с правой стороны это путь тупиковый путь он как мне вот сказали александр сергеевич михеевс 1050 метров вот этот тупик вытяжной сделали который заходит на досмотровый ежедорожный комплекс и вы по прямой если по нему прямому рентген кабинет попадаешь ну и вот на точку старта так сказать подошел пути укладчик и сейчас они начнут укладывать рельсошпальную решетку но немножечко пониже увидели нас заметили посмотрим и проследуем дальше пока не будут готовиться мы пролетим с вами посмотрим может быть еще чего-то уложили чего мы не видели вот в этот именно день 3 ноября мы с вами видели поставили вот эту стрелку и там еще дальше поставили стрелку две стрелочки здесь установили и вот обратите внимание стоит второй пути укладчик так что работа идут по всем фронтам здесь ну естественно я так думаю что вот это окно и больше в принципе уже и не нужно будет закрывать движение следующим нам может быть его еще и что-то и будут делать чего мы не знаю ну вот смотрите здесь если отсюда от вот походу здесь тоже еще одну стрелку будут укладывать успеют ли все сделать ну будем наблюдать хотя вот этот путь и укладчик здесь и р шеер у него только в принципе вот если от вот здесь сделали наверное еще одна стрелка напрашивается но посмотрим 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 есть схема всего этого комплекса вот неоднократно уже выкладывали в группе вконтакте я вот что-то и не запоминаю их вылетают у меня из головы эти стрелки кто столько здесь ну вот здесь еще одна стрелка которую врезали от 3 ноября когда было окно вот две стрелки вот одна из них ну и здесь стоит состав на готове дальше вот боинг стоит видим вот вдалеке из со щебнем ну а здесь рельса шпальная решетка тепловоз вагон на досмотровом здесь земляные работы продолжаются в далеке мы видим но тема наших нашего ролика сегодня это вот что делают железнодорожники пока там не будем обращать внимание потому что неоднократно уже там все видели ну и вот стоит боинг и 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 вагонов со щебнем или как сказать со щебнем хопердозаторные вагоны как мы уже с вами все это знаем ну и по завершении установки рельсы шпальной решетки подсыпают потом поработает в прс к рихтовать подбивать потому что уже поздно вечером в 10 в 11 пойдут поезда симферополя поезда дальнего следования к этому моменту нужно все закончить и открыть движение ничуть не сомневаюсь что успеют потому что все как мы уже с вами знаем отлажено до секунды и не должно быть никаких сбоев но мы осмотрели все это хозяйство и двигаемся в обратном направлении немножечко вот сместимся в эту сторону посмотрим что у нас на рентген кабинете вот влево железная дорога уходит ветка это вот в тупик там за смотровый комплекс за деревьями заканчивается и там тупик туда будут отгонять вагоны если там какое-то подозрение какие-то опасные грузы чтобы подальше от глаз людских там будут проверять так но это у нас рентген кабинет в принципе вот с наружной стороны все в принципе готово и мы его перелетаем забор уже подошел как мы с вами видели уже к железной дороге с правой стороны вот на видимо это вот пост охраны будет здесь ну и вот путь и укладчик стоит рельса шпальная решетка там сколько звеньев можно посчитать посмотреть у него вот здесь кусочек доложить им надо а здесь стрелка есть уже врезана мышь про нее говорили с вами так что укладывают загогулину и все разрыв видите какой как раз у него там вот это все недостающие звенья на борту пути укладчика вот уже пока мы с вами туда слетали одно звено как мы видим уложили уже и вот там уже соединяет его между собой вот здесь от баггерова и дальше в сторону джанкой а вот этот вот эти перегоны здесь нет бархатного пути почти поэтому здесь колеса тук-тук стучат а от моста и до баггерова уже сделан бархатный путь бестыковой по мосту там поезд идет и вообще его не слышно только шелест колес ну немножко вот еще посмотрим вспомню как я уже сказал старые добрые времена посмотрите деревья какое разноцветие появляется вот что значит осень ну кто-то пишет у кого же уже минус 30 а у нас тут на момент съемки было плюс 13 и ветер где-то 10-13 метров в секунду довольно таки сильный ну вот и мы перескакиваем с вами прям сразу на дорогу в поселке аджимушка это улица коммунаров и мы никак с вами не доделаем дорогу керчь юркина посмотрим давно тут не были уже два-три дня что же здесь происходит ну вот стоит экскаватор машина и занимаются уже обочинами вот лишний грунт или лишний щебень который в горку вот сдвинули вот его сейчас отгружают и вывозить будут затем будут формировать обочину не зря же срезали здесь асфальт когда старый его складировали вот за глазовкой в сторону особенно там такая огромная куча вот срезанного асфальта крошки и вот я уже видел это на нескольких дорогах вот на дороге феодосия джанкой обочину вот им отсыпают укатывает и очень даже хорошо получается но мы подъехали с вами на окраину глазовки вот направо эта дорога на в село уходит а нам налево и обратите внимание вот здесь павильон вот такие павильончики здесь остановочные уже установлен здесь тоже уже асфальт закатали площадочку и вот такие симпатичные стеклянные павильоны вот уже стоит а это вот дорогу у нас в сторону особенно и на юркина ну сразу хочу сказать вот последний раз когда мы здесь с вами были видел я низкорамные платформы были и грузили на них по асфальтоукладчики и всю асфальто укладочную технику катки и как вы видите ни одного катка мы вот один там где-то будет там встретиться и все больше ничего асфальтоукладчиков нет катков нет видимо погрузили увезли куда-то на более горящую работу быстрее чтобы асфальт уложить потому что ватт везде где не едешь везде ремонтируют капитально дороги и везде ватт в одной керчи я уже езжу по им по городу уже устал считать улицы сколько их делают в героевке начинают тоже там процесс какой-то мутить ну не знаю там плитами дорогу уложена вот будет интересно посмотреть если там что-то будут делать как будут плиты срывать надо корыто выбирать и уже все по вот такой технологии ну а вот мы подъезжаем с вами к юрке на спуск затяжной спуск здесь был самый плохой асфальт выбирали полностью корыто и мы с вами ездили то по одной стороне то по другой сейчас все уже здесь посмотрите везде отсыпан щебень практически его уже укатали и вот на самом пол у самого подножья вот где спуск заканчивается в вере и начинается село юркина вот там достаточно глубокая корыто выбирают тоже ну и самом селе тоже смотрим немножко уже потемнело корыто выбирали все щебнем засыпали расширили дорогу где-то приблизительно едешь вот довольно таки вот посветлее сделал довольно таки широкая где-то приблизительно по одному метру с каждой стороны сделали шире дорогу это вот сразу вспомнилась дорога на крепость керчь где она вместе с бордюрами всего 6 метров по одной полосе в каждую сторону а в части 567 лично мерил и вам показывал ну вот кстати померили пишут мои зрители ширину камаза так что два камаза там расходятся так что рано посыпать голову пеплом ну а мы возвращаемся обратно вот навстречу солнцу хотя и тучи были а навстречу солнце все равно вот потемнее было едем обратно и посмотрите совсем другой калинкор и цветность другая и вот хорошо видно теперь давайте вот посмотрим засветла хотя время видите 1727 1745 уже будет темно как ну вот собственно говоря что туда ехали не очень хорошо видно было вот выбирает корыто прям на под на подножье и начинается подъем здесь уже щебень подушка такая мощная около метра может быть сантиметров 80 песчаный грунт уплотненный потом щебень но вот еще видите отсыпают немножко еще щебнем вот машина со щебнем пришла там же каток вот экскаватор вот здесь работа идет асфальт и украли укладчики куда-то свинтили на другой участок наверное но я думаю там закончат и сюда здесь подготовит полностью все и будут катать асфальт но мы с вами уже возвращаемся посмотрите 1743 и уже темень не несусветная зато как по новой дорожке это мы сейчас едем по джим ушкаю с вами как подсветать светится разметка ну посмотрите насладитесь вот таким красивым видом а я заканчиваю хочу поблагодарить всех за помощь в сборе средств на покупку коптера совсем немножко осталось уже огромное спасибо всего вам хорошего и до новых встреч а и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...